МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Филе. Часть рыбы, мяса или птицы без кожи, костей, требухи, плавников и прочих запчастей. Продукт не для бедных. За килограмм получится 4190 рублей. Почему так дорого? И производители научились хитроумно обманывать граждан. Особенно, если речь идет о рыбе. Потому что когда филе обесшкуренное, просто кусок рыбы, поверьте мне, без анализа в лаборатории определить сорт этой рыбы, тяжело даже для специалистов. Мы платим за филе трески, а едим минтай. Покупаем килограмм, а на сковородке остается в половину меньше. Потрясающая уловка, которая называется просто добавь воды. Грамотных мясоедов среди потребителей мало. И тут тоже процветает некрасивый бизнес. Когда попросили документы, выяснилось, что это не телятина, а говядина. Охлажденное рыбное филе. Оно ценится больше всего. Свежее, мягкое, быстро готовится. Динара Монапова всегда брала в магазине только охлажденку. Выбрала филе трески, часто ее покупала, и цена приемлемая. Замариновала в специях, поставила в духовку, как приготовилась, тут же и съела. Температура рвота, сильные боли в животе. После ужина девушке стало плохо. Когда ее молодой человек пришел домой, Динара была сама на себя не похожа. Я слышал, что рыбой возможно отравиться, но чтобы моя девушка не ожидала. Это крупный сетевой супермаркет. На льду красиво разложено якобы охлажденное рыбное филе. Но внешность обманчива. Возле витрины воняет тухлятиной. А чего у нас пахнет-то так? Ну, рыба чувствуется, что она уже давно здесь лежит, или ее дефорестировали миллионы раз. Когда мы видим в магазине, допустим, там филе трески или филе акулы охлажденное, то явно этому продукту долго не жить. Он производится из замороженных путем размораживания. Поэтому уже на этом этапе операции качество теряется. Дефростация. Проще говоря, разморозка. Этим методом делается практически все охлажденное филе, которое лежит на прилавках магазинов. Крытый рынок. Филе на витрине выглядит вполне прилично и даже пахнет рыбой. Правда, где поймали рыбу и кто делал филе, продавец не знает. Филе ментая, вот самое интересное, например. На сегодняшнем, да, или надо на филе ментая накладную? Это же не сегодня. У вас накладная есть... Давайте не будем кричать, ладно, а то я тоже умею кричать. На рынках чаще, чем в магазинах, происходит обман потребителя. Потому что почти все продукты продаются без упаковки. Часто напряженка с документами. И на прилавках полно филе рыб, которые не существуют. Морской заяц, знаете, она сладенькая, как ледяная. В районе как махекарная, креветочная. Вот такая сладенькая, очень вкусная рыба. А на соседнем прилавке мы увидели филе морской курицы. А вот что это у вас за морская курица? Вот они с меди Сибири, очень вкусная рыба. Это синих, ледяных. Там, в том, хребе, чешуины нет, мелко-кактивных ледяных. Я тут на домодедовском рынке разговаривал с одним торговцем. Я говорю, слушай, ну ты хоть сам-то понимаешь, что такое рыбы нет? Он говорит, я-то понимаю. Ну ты знаешь, приходят домохозяйки, приходит пенсионерка и требует, где рыба-заяц? Вот в чём глупость заключается, понимаете? Филе сёмги или лосося? На рынках часто можно натолкнуться на подделку. Мы купили филе камчатской сёмги, которое показалось нам подозрительным. И отнесли его в лабораторию молекулярной генетики, где сравнили ДНК этого образца с ДНК других лососёвых рыб. Мы провели анализ на видовую идентификацию. Анализ показал, что рыба является неркой. Нерка действительно слегка похожа на сёмгу. Но всё же грамотный потребитель способен отличить одно от другого. Продавец вас обманул, поскольку под видом камчатской сёмги он продавал нерку. Не говоря уже о том, что камчатскую сёмгу он продавать и не имел права. С результатами экспертизы, которая доказала наглый обман, мы пришли на рынок. И спросили, почему здесь филе дешёвой нерки выдают за дорогую сёмгу. Перепутала кусочек. То есть вы перепутали? Ну, скорее всего, значит, получается так, да. Ага. Ну, то есть у вас целенаправленно обманул его не могло? Ну, конечно, нет. Кусочек, вот, пожалуйста, значит, просто перепутала кусочек. Но почему-то путают продавцы всегда не в пользу покупателей. Чтобы таких ошибок больше не происходило, мы связались с владельцем торговой точки. Он сказал, что его обманули тоже. Нас не предупреждали, что мы берём нерку. Получается? Получается обман. Лучше брать в упаковке, это, как правило, то филе в упаковке, это, оно чаще всего упаковывается уже на сейнерах. То есть рыбу выловили и сразу на судне её филировали и упаковали. Обманывают продавцы примерно одинаково. Форель и нерку выдают за сёмгу, ментай представляют треской, а пангасиус называют морским языком. Пикша вместо трески. А она не такая вкусная и стоит в три раза дешевле. Вот так называемая боковая линия у пикши имеет тёмный цвет. У трески она имеет светлый цвет. Специалисты советуют покупать филе на коже. Отличить, к примеру, филе трески от филе пикши можно по наличию на коже белой полоски. У трески она есть, а у пикши нет. Когда филе обесшкуренное, просто кусок рыбы, поверьте мне, без анализа в лаборатории определить сорт этой рыбы, ну, тяжело даже для специалистов. Потому что всё-таки без плавников, без головы, без хвоста и ещё и без шкуры, да, без чешуи. Очень сложно понять, что это за рыба на самом деле. Вот брикет замороженного филе минтая, а вот брикет замороженной трески. Они одинаковой формы, одинакового размера и почти одинакового цвета. И то, что вы купили минтай по цене трески, выяснится только после разморозки и когда рыба уже попадёт на сковородку. Заменяют там, например, на филе путасу, там, или ещё хуже, там, теляпи. Вот. Ну, это китайцы злоупотребляют этим, соответственно, потому что они в огромных промышленных масштабах выращивают теляпи. Выобразите себе, что рыбу вскармливают свиным навозом. Какая там антисанитария, что там вообще, так сказать, творится. Хотя свиной навоз, как корм для рыбы, является очень эффективным. То есть рыба растёт быстро и, что называется, обильно. Станислав Николаев не знал о нюансах производства этой рыбы и часто покупал её на рынке. Брал филе и был всем доволен. Я спросил у продавца, какого она качества, как может оценить сам продавец. Продавец сказал, правда, честно, что она из Китая, эта рыба. Но однажды после ужина пенсионеру стало плохо. Он почувствовал классические признаки сильного отравления. Я прихожу, а он уже бегает, ему не очень хорошо. Значит, говорит, у меня уже раз вытошнило, сейчас опять вот. Для выращивания теляпий часто используются сточные канавы. Рыба глотает отходы жизнедеятельности человека. Её тушка кишит опасными паразитами, которые не убивает даже глубокая заморозка. Это китайская лодка. Что вы хотите? В каких водах там, куда? Рыба плавать, вы не знаете? Ещё один вид мусорной рыбы-мутанта называется пангасиус. И главный его производитель сегодня – Вьетнам. Его тоже выращивают в ужасно грязной воде. И пангасиусы способны сожрать дохлую корову. В целом виде эту страшную рыбу вы никогда не увидите. Она весит килограммов 20 и выглядит ужасающе. Все покупают филе, которое красиво называют морским языком и другими именами. Тилапия и пангасиус производят впечатление на наших домохозяек. Особенно, если её продают под всякими, так сказать, нелепыми названиями. Типа рыба-заяц, рыба-снежная, рыба-солнечная, рыба-волк, морской язык, ну и всякие другие глупости. Замороженное рыбное филе сверху, как правило, покрыто очень толстым или в меру толстым слоем ледяной глазури. Глазурь – это естественный барьер для того, чтобы микробы или там паразиты или любые другие животные или там представители флоры не портили продукт. Поэтому слой этого самого, слой этой самой глазури – это охрана, это защита. В 2010 году был принят новый Санпин. По нему льда в рыбном филе должно быть не больше 5% от веса. Неужели лёд тронулся? Проверим 4 образца рыбного филе в глазуре. В эксперименте участвуют. Филе тиляпии. Производство ООО «Дальпромрыба». Поставщик ООО «Магура». Филе ментая «Рыбный год». Производство ООО «Фаворит-продукт». Судак – филе с кожей. Густа-марини. Производство ООО «Рыбный центр-марина». Филе трески «Гадус-маруа». Производство ООО «Поляртрейд». Сейчас эти образцы мы разморозим естественным путём, оставив их на 2-3 часа в приятной среде. После чего мы взвесим и проверим, какие произошли изменения. Размороженное филе снова отправляется на весы. Итак, тиляпия потеряла 15% веса. Если пересчитать на деньги, то получается. В итоге покупатель теряет около 50 рублей. Филе трески похудело на 25%. И за воду покупатель заплатил около 80 рублей. В филе минтая оказалось 22% льда, что тоже неприятно. Что в денежном эквиваленте составляет около 50 рублей. В конкурсе на количество рыбы, а не воды в филе, победило филе судака. Оно потеряло в весе всего 6%. Почти что норма. Звоним производителям, которые грубо нарушили СанПин. Как правило, это посадки из Китая. И нам приходит это филе уже готово. Это вот естественная влага рыбы, которая дает ей сочность. Вот она уходит из рыбы. Но это неправда. Если ваша рыба плавает в сковородке в воде, то это совсем не ее естественная влага. Как делают рыбное филе? В этом процессе участвует вредная для человека химия. Она растворяет, к примеру, многочисленные кости рыбы, чтобы работники предприятия долго с ними не возились. Большое количество химикатов, потому что механически очень сложно удалить тысячи и тысячи костей для того, чтобы положить филе. Рыбное филе увеличивают в объеме полифосфаты. Они удерживают влагу и дают производителям до 40% дополнительной прибыли. Специально для нас эксперт Александр Гришин приготовит рыбу по распространенной среди китайских производителей технологии. Филе минтая за 15 минут пребывания в растворе полифосфатов поправилась на 10 граммов. По текстуре продукта видно, что рыба обводнилась, увеличилась ее объемная масса. То есть мы можем сказать то, что вода у нас постепенно задерживается в рыбе. Полифосфаты можно ввести в рыбу и с помощью шприца. Эта процедура называется инжектирование. Так кусок прибавил еще 30 граммов. Используя данный технологический прием, производитель шприцует в рыбу воду, за которую платит потребитель. В нашей пищевой промышленности фосфаты тоже разрешены. Правда, есть четкий техрегламент, который устанавливает максимальное содержание в рыбе этих вредных веществ. Не более 5 граммов на килограмм. Но, к сожалению, наши производители, как и вьетнамские и китайские коллеги, норовят эту норму нарушить. Если филе делается в море, то, допустим, треска изготавливается в море, то там, конечно, фосфаты не используются. В море очень сложно нести дополнительные операции. Рыбное филе в Советском Союзе не продавали. Когда нарком пищевой промышленности Анастас Микоян ввел рыбные дни, и на прилавках появилось филе трески, хозяйки его не оценили. Сплошное транжирство. Наши женщины всю историю советской власти предпочитали взять целую рыбу, из головы и хвостов сварить уху, а остальное пожарить. В дефиците была, конечно, осетрина. Ну и красная рыба, как мы ее тогда называли, это лососевые породы. Семга, нерка, кита. Цены на рыбу были низкие. Государство щедро датировало добычу и производство рыбных продуктов. К примеру, себестоимость добычи в Баренцевом море уникально вкусной трески была 3 рубля 20 копеек за 1 килограмм. А в магазинах ее потом продавали по 2 рубля. Было такое парадоксальное понятие в СССР. Это планово-убыточная рыба. То есть риска была планово-убыточной. Рубль 20 государство доплачивало. Сознательно шло на это. Считалось, что рыба должна быть доступной для человека. Советский Союз добывал невероятное количество рыбы. 11,5 миллионов тонн каждый год. Советские корабли бороздили почти весь мировой океан. И чего только не попадалось в наши сети. Но хорошую рыбу видели лишь изредка москвичи и жители нескольких городов так называемой первой категории снабжения. В основном народ поедал минтай. И лучшей на свете рыбой считал селедку. Филе которой, конечно, не было. Это было очень великолепного качества продукция. Именно в деревянных бочках. В настоящее время практически эту продукцию мы не делаем. Рыбное филе в панировке – продукт, которого в Советском Союзе не было. А сегодня россияне поедают его сотнями тонн. А еще любят наггетсы, которые делают из куриного филе. Их едят в России много, несмотря на то, что врачи предупреждают. От такой еды толстеют, и в ней ничего полезного нет. Рыбные палочки, наггетсы – это, наверное, те два блюда, на которых производители пытаются сделать максимальную наценку при занижении качества продукта. Там добавки, кости, потроха, различные вкусовые добавки, заменители, загустители, чего только там нет. Купила, пришла домой, минут через 20 я их уже съела. Через час я почувствовала себя плохо, у меня появилась тошнота и боли в животе. Наталья приходила в себя два дня. Пила воду и активированный уголь. Сбивала температуру. С тех пор она смотреть не может на наггетсы. Если честно, я даже не думал, что готовой продукцией можно отравиться. Всегда ели, ничего, живы-здоровы. А тут такое пищевое отравление. Вот магазин, где Наталья купила наггетсы. Смотрите, как лежат продукты на витрине. У вас все продукты так хранятся вообще под пленкой, должно быть без ложек. Как-то это должно быть все прикрыто. Поставлена маркировка, дата. Сколько вот... Я работаю в первые недели. Есть на это руководство. Руководства в магазине не было. Давать его телефон продавщицы отказались. Даже жалобную книгу пришлось выбивать чуть ли не с боем. Надо смотреть, искать, я тут не... Смотрите, ищите, она у вас должна быть вообще там стоять. Я пойду в путь, молодой человек. А так живем, быстро. Цены на мясное или рыбное филе гораздо выше, чем на этот же продукт, с которым придется повозиться. Отодрать шкуру, убрать кости, почистить. Вот тут филе семги стоит больше тысячи рублей, всего за 375 граммов. Спрашиваем, почему так дорого? Ну, в магазине для простых, но тебе нет простых. Простых? Нет, нет для простых. Ну, то есть люди у нас делятся на простых и не для простых. Когда человек с маленькой зарплатой придет и скажет, о, человек, который пришел с пенгами, он ускажет, о, он не пойдет в дешевый магазин. В разных торговых точках мы можем встретить один и тот же товар, и разница в цене может доходить многократно. Потребитель просто переплачивает за бренд магазина, в котором это все дело продается. В этом норвежском ресторане подают удивительный деликатес. Стейки из филе кита. Попробовать блюдо собираются местные гурманы и, конечно, туристы. Думаю, что все, кто путешествует по Норвегии, должны попробовать этот деликатес. Это вкусно и это часть культуры. Теперь в Норвегии это стало довольно доступно и свободно, поэтому снова набирает популярность. Молодые люди любят покупать китовое мясо. А вот как делают китовое филе. Впечатлительным лучше не смотреть. Море красное от крови. Огромные черные трупы китов со вспоротыми животами. И среди них спокойно ходят люди с ножами, пиная мертвых животных носками сапог. Я думаю, что это очень жестокое убийство. Максимально жестокое. И это просто ужасно. В 1972 году ООН ввела мораторий на добычу китов. Убивать этих животных было запрещено. В Советском Союзе из китового мяса даже делали колбасу. Мораторий не подписали только три страны. Норвегия, Исландия и Фарерские острова. Как относиться к убийству китов? Это вопрос, конечно, сложный. Потому что, с одной стороны, это традиция. Но, с другой стороны, ведь не все традиции хорошие, правда? Китовое мясо в Норвегии одно время потеряло популярность. И люди про него почти забыли. Но сегодня оно снова в моде. Китовое мясо готовится не как рыба, а как именно мясо. Такие стейки – совсем нелегкая еда. Но, как и хорошее мясо, безусловно полезное. По вкусу китовое мясо напоминает говядину. Но с легким рыбным запахом. Ведь кит живет в воде. Жира в филе практически нет. Поэтому стейк получается вкусным, но жестким, как подошва. Но любителей экзотики это остановить не может. Во многом благодаря тому, что запретный плод всегда особенно сладок. Я рекомендую употреблять свежее мясо китов. Копченое гораздо хуже. Но если вы переживаете, что киты вообще исчезнут с нашей планеты, то идите в другой ресторан и закажите себе куриное или говяжье филе. Так ваша совесть будет спокойна. Филе кита в нашей стране под запретом. А вот купить филе крокодила, бобра, медведя и даже кобру вполне возможно. В основном такой экзотикой торгуют в интернете. Это очень-очень нежное мясо. Что-то среднее между курицей и рыбой. Потому что, как я поняла, там специально в крокодиловых фермах их кормят окрачками куриными. Поэтому такое мясо. А вот змею я так и не смогла попробовать. Правда, цены на экзотическое филе просто зашкаливают. Самое дорогое – это мраморная говядина вагю – филе из японской коровы. Ориентировочная цена за килограмм – это от 30 тысяч рублей за килограмм. Дальше по ценовой идет крокодил, медвежатина. За что просят такие большие деньги? Стоит ли тратить ползарплаты на крокодила или филе из медведя? Покупаем филе бобра. В интернет-магазине заказываем мясо питона и крокодила. Курьер привезла их в метро и сразу предупредила – крокодил сильно пахнет тиной. Это накладная, а это вот сам. Это питон, а это крокодил. Вы знаете, ну, вот понюхайте, просто его нужно будет вымачивать в любом случае. Но его сейчас же в холодильнике можно хранить? Он в глубокой заморозке на данный момент, и все, и то, и другое. Ну, вот вы поставите, знаешь, там филе кусочки, это все филе, и то, и другое. Филе бобра, питона и крокодила мы отнесли же в повару мясного ресторана Андрею Захарову. Он начал с крокодила. Вкус у него – это приблизительно курица, но отдает немножко треской. То есть, соответственно, у нас как бы мы добавляем соль, перец, лимон и орегано. Через 10 минут крокодил был готов, и повар взялся за питона. И выяснилось, что это совсем не филе. Это не филе, нет. Филе вообще бескостное, здесь, соответственно, есть ребрышки. Под видом филе нам продали хрящи с небольшим количеством мяса, что, конечно, неприятно. Пока завезено в Россию, было всего пять. Вот, и я не знала об этом, мне руководство сказало, что это филе. Извините, пожалуйста, просто вот, наверное, не урегулировали поставки питона. Экзотику будут пробовать музыканты группы «Горячий асфальт». Артисты не знают, чье мясо перед ними. В принципе, да можно попробовать все что угодно, наверное. Филе из крокодила музыкантам понравилось. Правда, они решили, что это какая-то неизвестная рыба. Мне показалось всё серьёзно. Ну, сейчас мои руссковые рецепторы говорят о том, что всё-таки это больше рыбы, чем я. Второе блюдо – филе питона – не понравилось участникам эксперимента. Какая-то жёсткая птица. Кстати, похоже на стрелу сайта, как он держит. Да. Давай я тебе предположу, что это страус. Очень вредный был при жизни, очень жёсткий. И, наконец, последнее блюдо – филе бобра. И это другое дело. То есть у тебя такая мысль, что это оленина. Может, ягодёнок какой-нибудь. Пришло время раскрыть карты, сообщая музыкантам, чьё мясо они ели на самом деле. Бобёр. Бобёр казался самым вкусным. Бобёр, да, меня как-то удивил очень сильно. Какое филе съесть, чтобы похудеть? И что полезнее для организма человека? Ответить на эти вопросы нам поможет консультант по питанию Юлия Ладыгина. Сейчас мы оценим состав этих филе по нескольким критериям. Это будет количество калорий, это будет содержание белка, жира, холестерина, а также витаминов группы В. В 100 граммах филе свинины – 250 килокалорий. В филе говядины – 200. В куриной грудке – всего 160. В филе индейки – меньше 130 калорий. В красной рыбе – 180 килокалорий, а в треске – всего 100. Если мы считаем диетическим лишь то, что содержит меньше калорий, то тогда, конечно, это филе трески. Но ежели мы считаем диетическим то, что не вредит организму, а, возможно, даже помогает, самым полезным филе будет филе красной рыбы. Куриное филе – продукт нежный и капризный. Для него очень важна температура хранения. Срок реализации птичьего филе в районе 6 дней, потому что филе курицы, оно имеет само по себе высокую микробиологию изначально. То есть на полке магазина 6 дней она может лежать. Вместе с бренд-шефом Сергеем Лобачевым мы прошлись по рынкам и магазинам. Кунцевский рынок. Вот в этой витрине, по мнению нашего эксперта, лежит слишком темное филе цыпленка. Скажите, пожалуйста, какая температура у вас в холодильнике? Плюс 10. У вас плюс 10 здесь? Вот, наверное, из-за этого темное, кстати, филе. Температура хранения охлажденного филе от нуля до плюс 6 градусов. При плюс 10 оно портится за несколько часов. Плюс 10 – это вообще неприемлемо. Это сразу можно, товар через час можно выкидывать после того, как он лежит в таком холодильнике. Идем дальше. Небольшой супермаркет. Тут на прилавке тоже лежит тухлое филе. Вот, смотрите. Видите? Такой брать лучше не надо. Чтобы разобраться, в чем дело, зовем директора. И просим убрать подозрительное филе. Здесь у нас есть нарушения. Что будем делать? Какие нарушения? Вот, смотрите. Ну, нарушение, я просто вижу, что... Идет водой, ее надо уже выкинуть. Третий супермаркет. Тут все с точностью наоборот. В холодильнике слишком холодно. А перемороженное филе – продукт совсем невкусный. Портится продукт. Ну, сейчас уберем, конечно. Куриная грудка может пролежать при вас в морозилке при минус 18, порядка, не знаю, 30 дней, 35 дней говядина. Примерно так же. То есть до 40 дней может пролежать в морозилке у вас. На этом предприятии делают куриные полуфабрикаты. Охлажденные тушки куриц поступают в распределительный цех. Самые крупные и красивые отправляют в упаковку. Остальные разбирают на запчасти. Окрачка, крылья и грудку. На данном этапе один из процессов, который неопосредственно – отделение грудки у нас происходит. Филировка – отделение кожи, хрящей и мяса. Она делается только вручную. Поэтому важно соблюдать санитарные нормы, работать в перчатках, фартуках и головных уборах. На данном этапе сидят у нас 6 человек, которые непосредственно смотрят в теле, обрабатывают его. Если есть какие-то недостатки – это, грубо говоря, хрящи плюс кровяные потеки. На этом предприятии куриное мясо не накачивают полифосфатами и водой. Это честный, хороший продукт. Но, к сожалению, на рынке куриного мяса – это большая редкость. Есть потрясающая уловка, которая называется просто «добавь воды». Это когда мы покупаем замороженную птицу, в которой до 10% может быть не веса птицы, а обычной воды. Та же проблема и с охлаждёнкой. Вид у современных бройлеров очень подозрительный. Они толстые, словно надукие. И что целые тушки, что части на сковородке или в духовке пускают воду. Обязательно изучайте состав куриного филе, указанный на этикетке. Если видите слова «фосфаты» или «полифосфаты», «добавки с индексом Е», то это значит, что курица, как говорят в народе, нашприцована. И вы платите за воду. Ну и, соответственно, цена гораздо ниже. Поэтому, чем продукт дороже, тем он формально должен быть насыщеннее, вкуснее, плотнее. Ну, тут же как повезёт. Мясное филе. Никто сегодня не отделяет говядину или свинину от костей на домашней кухне. Но не все потребители умеют отличать шейку от окорока, лопатку от карбонада, говядину от телятины. Чем и пользуются продавцы на рынках. Вот эту можно? Вот это всё телятина, да? Филе «Телёнка» – продукт нежный, вкусный и очень дорогой. И на рынках под видом телятины нам часто втюхивают мясо взрослых коров, которые, естественно, в закупке дешевле. Да, очень телятина. Да, а кумбаля жила? ГМО, наверное. Мы ходили по рынкам с очень грамотным экспертом. И продавцы, не понимая, с кем имеют дело, пытались нагло нас обмануть. Телёнка вообще, знаете, вот такого цвета. Когда попросили документы, выяснилось, что это не телятина, а говядина. В магазинах тоже полно мясного филе, за которое очень стыдно. Этот кусок телятины мы купили в крупном сетевом супермаркете. Вот первый кусок, который нам продавали как телятину. Но почему-то на ветеринарном свидетельстве было написано, что это говядина. Ну, для телятины, конечно, оно слишком тёмное и очень много жил. Сейчас в ходу трансглютаминаза или мясной клей. Это один из ферментов говяжьей или свиной крови, который используется для соединения кусочков мяса в единое целое. Поэтому потребители часто имеют дело не с вырезкой и хорошим филе, а обрезками и ошмётками, которые склеены и просто имитируют кусок свежего мяса. Можно обмануть потребителя, который плохо разбирается. Вы ему положите в пакетик что-то длинное, что-то с мясом и что-то без жира. И он может это всё купить и даже не заметить. На помощь наглым производителям приходит хитрая упаковка. Если переворачиваешь мясо, то видишь, что все жилы, вот эта вся некрасивая часть, которую обычно хозяйки пытаются избежать, она повёрнута в упаковке вниз. Хорошее мясо не должно расслаиваться. А у этого филе оказалась очень подозрительная структура. Либо животное кормили гормонами, чтобы оно быстрее росло. Ну и то, что это мясо давно лежит, и что у него начался процесс разложения уже. Часто обветренное, лежалое, жёсткое мясо приводят в товарный вид с помощью разных ухищрений. Например, крутят его в специальной центрифуге, как бельё в стиральной машине. Держат в уксусном растворе. Для блеска куски филе на прилавках смазывают растительным маслом. По внешнему виду можно определить качество мяса. Обратно же зависит, в общем-то, где мы покупаем это мясо. Дорога, лужи, грязь. Прямо на тротуаре между проезжей частью и низким заборчиком стоит раскладной стол. На нём открытая коробка с мясным филе. Это точка продажи якобы фермерского мяса. Прилавками служат раскладные столики, ящики и багажники автомобилей. Филе свинины и говядины валяется неприкрытым. Документов на продукт продавцы не имеют. Я сейчас ничего даже не стала брать, ничего, потому что мы вот всё режешь, пока не до этого, чтобы ещё ехать, кремить. Нет ни холодильников, не соблюдается санитарное условие. В отдельных случаях там вообще просто подселили картонку, на грязном автомобиле торгуют, реализуют мясо. Но, как ни странно, эта подозрительная продукция пользуется спросом. Потребители верят в честность фермеров и готовы закрыть глаза на грязь. Потому что считают, что имеют дело с натуральным продуктом, а не напичканной химией и продукцией больших магазинов. Что, конечно, большая их ошибка. Зафиксировано за последнее время факты с заражением такими инфекционными заболеваниями, как бруцеллезом. Покупать такое мясо на торговых точках сомнительного характера, даже если низкая цена, то это ставит прежде всего под удар свою безопасность и своё здоровье. В советское время с мясом была большая напряжёнка. На прилавках лежали страшные кости, а вырезка и филе были большим дефицитом. Если человек не имел в знакомых директора-гастронома, не был важной шишкой, чтобы получать так называемые заказы, то видел хорошее мясо он очень-очень редко. Вырезка была абсолютно недоступной большинству населения страны. Более-менее официально её можно было добыть только через распределители самого высокого уровня. В столовых кормили мясными блюдами, в которые совали всё подряд. Жилы, обрезки, жир, чуть ли не рога и копыта. Хочешь филе – иди в ресторан и плати немалые деньги, даже если речь идёт о простой свинине. Свинина была лучше, свинину жаришь, но она сухая, она невкусная, её просто кормят, забивают, не так следят за животным. Стараются максимально получить выгоду, вот чем отличается раньше и не раньше. Более-менее приличное мясное филе можно было купить на рынке, но там были ужасающие рядовых трудящихся цены. И, как и сегодня, норовили обмануть. Купателю на рынке старались отдать не только мясо, но ещё замаскировать в него максимально кости. Сегодня можно купить любое мясо, были бы только деньги. Филе миньон, в переводе с французского – маленькое филе. Кусок говяжьей вырезки обжаренный с двух сторон. В среднем в туше всего 500 граммов филе миньон, поэтому и стоит оно очень дорого. Это часть тела вырезки самого лучшего качества, которая обвязана в круг кулинарным шпагатом и после этого обжарена и доводится с добавлением сливочного масла и ароматных трав. Какое филе миньон подают в московских ресторанах и за что просят до 2,5 тысяч рублей? Мы прошлись по дорогому общепиту с шеф-поваром Вячеславом Колотушкиным. Первое заведение. Филе миньон выглядит не так, как на картинке. И, по мнению нашего эксперта, неправильно пожарено. На самом деле, у меня, к сожалению, нет градусов. Следующий ресторан. Тут филе миньон стоит всего 560 рублей. И это неудивительно. Изысканным блюдом тут и не пахнет. Не жуется мясо волокнистое и не имеет вкуса. Это не похоже на филе миньон вообще. Ну, уже в таком виде тяжело определить, из какой части туши это было вырезано. Скорее всего, это обычная вырезка, а не лучшая часть коровьей туши. Зовем официанта. Мороженое мясо у вас, кстати, было? Да. Ну, может, поэтому тогда и мясо в таком состоянии, как оно сейчас есть. Пускай я внесу 2, 3, 4, скажи. Я вот хочу выбрать, какое мне больше понадобится. Вот это будет самый оптимальный вариант того, чтобы себя обезопасить от какого-то обмана. В свободное время королева российского блюза Виктория Пьер-Мари любит ездить на страусиную ферму. Приносит ее обитателям угощение, любуется птенцами. Страусы, естественно, они здесь уже, видите, околачиваются и ждут еды. Кормим их капусткой. Мясо страуса – это очень полезный, вкусный и диетический продукт. Едят только окорочка этих птиц. И это очень ценный вид филе. Ни на какой другой части тела мяса нет. Никакой грудки, как у курицы, не существует. Мясо с низким содержанием пластилина, с большим набором микроэлементов. Очень хорошо впитывает специи. Мясо рекомендуют менять меню для спортсменов. В страусятине очень мало жира и много белка. Поэтому она полезна для мышц. Виктория считает, что это мясо – отличный продукт и для певцов. Главная мышца у любого певца – это связки. И мои связки я точно так же должна питать натуральным белком. Каковым и является филе страуса. Виктория Пьер-Мари считает, что этот продукт сегодня намного здоровее куриного мяса. Ведь она своими глазами видела, что на ферме страусов не пичкают антибиотиками и дают им отличный корм. Она делает со страусятиной много эффектных и вкусных блюд. И горячий салат, и пельмени, и жареные стейки. Я желаю всем приятного аппетита. Сама сейчас продегустирую свои собственные блюда. Ммм. Белиссимо. Что филе курицы, что филе бобра, что страуса, что трески – это продукты нежирные. И с точки зрения врачей, от этого страшно полезные. Но повара считают, что именно отсутствие жира часто делает любое филе сухим, а значит невкусным. Но если вы следите за фигурой, то надо разбираться в том, что покупаете за большие деньги. И бороться с нечестными производителями. Субтитры создавал DimaTorzok